привет привет мои дорогие привет моей богини черные котики девочки мы сейчас с вами приподнимем простыночку и заглянем под кровать мы посмотрим девочки общали общается ли ваш мужчина с бывшими на 2 таро будем смотреть на герметики сначала и докладывать будем на монаре посмотрим девочки здесь делаем такое небольшое гадание но все же мои дорогие вы можете погадать на любого мужчину вот сейчас посмотрим общается ли он со своими бывшими и как и что они от него хотят или что хочет он от своих бывших у нас будет с вами четыре варианта и добро пожаловать котики мои выбирайте карту 1 2 3 4 вариант общается ли он со своими бывшими женщинами которые у него были до вас и какой след оставили либо оставляют эти бывшие мои дорогие ну что поехали будем загадывать девочки первый вариант иерофант 5 старший аркан я вам скажу одну вещь я на когда начинала это гадание девочки я его уже пробовала снимать но там меня прервали получается я нажала на паузу потом решила переложить да и что вы думаете в том раскладе который начался я разложила два варианта и первый был девочки не иерофант а был девочки вариант 15 старший аркан дьявола и смотрите в выпало как интересно то на что я обращаю ваше внимание иерофант выпал 5 старший аркан да и было говорится чудовище выпадала но там свое толкование было она сейчас она реально будет повторяться а сейчас выпал ангел во плоти то есть выпал такой практически святой верховный жрец о чем это я ваш мужчина очень сильно держится котики мои очень сильно держится и искушение у него по той же карте дьявола есть все-таки знаете даже когда раскладываешь на варианты и вдруг что-то там где-то не пошло прервалась потом мешаешь карты опять и не продолжаешь а заново до карты реально повторяются так что девочки я вам скажу здесь тогда из прошлого варианта в принципе реально один в один выпадает то что был 15 до а сейчас 5 пятерочки перекликаются в чем дело девочки держатся вам к нему подходят к нему подлазит есть то бывшая которая прямо знаете прям вижу это существо у которой слюни текут на вашего мужика зуба она на него точит а и это и в огонь то в пол имя то воду то еще куда-то кидает уж очень она хочет с ним общаться и как же он она хочет от него какого-то греха падения по-разному это может быть выражено совершенно по-разному возможно она знает что он встречается с вами до независимости такого кого вы загадали своего мужчину не своего она хочет чтобы он сделал вот это какое-то греха падения чтобы ему по чтобы он поджал хвост чтобы его мучили совершенно новые какие-то чувства доселе неизведанные и не в оргазмах это дело а дело в том что он либо вину свою чувствовал перед той женщиной с которой он сейчас общается и возможно то вы девочки если вы его жена или любимая женщина да она не хочет его вернуть нет она хочет перевратить этого верховного жреца в чудовище в дьявола она хочет превратить этого верховного вашего жреца поэтому ходит вокруг него и пускать слюну уже море слюны вокруг вашего мужчины девочки у бывшая этой не может она его никак отпустите давайте еще на герметике посмотрим что она от него хочет четверка жезлов встречаться она с ним не хочет она же хочет чтобы это было в тайне какой-то пробовала магию пробовала магию на него тоже и такую знаете достаточно серьезную то есть она даже не баловалась скорее всего может кому-то обращалась для того чтобы на наводили наводился на него какой-то приворот дальше девочки но ваш мужчина он не горит в сторону и и он не хочет этого ничего понимаете но она его соблазняет давайте еще посмотрим на монаре мои дорогие посмотрим что еще общается ли он со своими бывшими не хочет не хочет поднимать телефон не хочет отвечать на сообщение она ему не интересно все он уже к ней остыл а вот она к нему не совсем и он бежит он бежит от этого общения не хочет он не знает что сказать вот она пытается как-то его заманить а действия есть его сторону понимаете это может быть либо сообщение один раз в месяц до либо под пьяную лавочку либо еще как-то да но она периодически ему пишет пытается где-то наткнуться на его добрую волю какую-то и в то же время она его не отпускает у себя в мозгах он то ее отпустил она его не отпускает и вот этими своими даже какими-то сообщений она не просто следит она ему где-то пытается молчать и или с какого-то другого номера звонить ну то есть она проявляется на хочет услышать как его голос есть какие-то перемены или нет как минимум он не хочет снять час он даже не хочет с ней говорить ни о чем давайте еще посмотрим сейчас он с бывшей ему неприятно ему общаться со своей этой бывшей когда она что-то ему и где-то пытается к нему вывести его на какие-то диалоги да он сопротивляется не хочет не хочет кстати вот жалко что не получится мои дорогие да но я бы всегда вставила все-таки погадание потому что там тоже там выпадал дьявол еще 18 старший аркан луны и вот прошло девочки полтора часа после того как я пыталась снимать и опять на первом варианте опять же старший аркан луны выпал знаете и очень сильно раздражает что он ее не хочет то есть если бы он там где-то прибежал на задних лапах к ней да она бы кстати и не началась дальше отношения какие-то там вот как бы максимум это какой-то секс мог бы быть да и это они бы потом разбежались а нафиге это надо и само это не надо но она этого понять не может что это и не надо понимаете и тут либо попахивает какой-то шизофрении до каким-то актерским мастерством попахивает да то есть она не в своей роли когда она лезет к этому мужчине которого вы здесь загадали девочки она сама не понимает зачем это и надо с одной стороны она хочет она хочет его изволять в грязи есть у нее такое желание но чего греха таить иногда например если мы злимся на бывших мы тоже хотим какой-то грязи немножко ему в спину кинуть так давайте посмотрим еще общается ли он с бы бывшими не хочет общаться он с ней вот этот мужчина это знаете клин клином вышибают он более-менее с ней может общаться либо даже чуть-чуть где-то перепихиваться я уже так скажу если он ни с кем не встречается да то есть если у него нету никакой женщины на которую обращать внимание за которые он ухаживает то этот мужчина может иногда с ней выходить на какие-то контакты но они не систематизированные ему вообще похрен понимаете на нее но когда он входит в отношении с другой женщина клин клином вышибают у этого мужчины клин клином вышибают женщин он забывает перестает отвечать на звонки и все остальное когда он начинает отношения с другой женщиной это она его уже не устраивает она ему не нужна из так если уже знаете по классификации мужчина разбить до от первого уровня таких вот низкопробных мужиков да да десяточки таких крутых я вам скажу что а и как они будут реагировать мужчина такой попроще ну скажем так потупее да он будет вот этим по отношению к ней пожем земли то есть ну пусть будет там про запас но я сейчас не не буду общаться не буду отвечать а потому как нибудь через полгода что-нибудь придумаю но не общался с тобой потому что там был занят или еще что-то но навязываться он не собирается к ней и девочки она его вообще никак не интересует но обратите внимание что она бы хотела говна на вентилятор выпад побросать конечно же вот прям знаете хочется ей прям точит там где-то у нее под боком понимаете как сверлом каким-то как уже хочется ей увидеть что у него все хреново что он говно понимаете и возможно вот такие как она если с ней не надо входить ни в какие в контакты вот девочки если кого кому-то прям чешется с этой бывшей например повыяснять отношения какого хера да ты там звонишь или пишешь или еще что-то не надо и это разодорит она еще где-то этого знаете набросает на вентилятор этого говна которого будет неприятно с ней не даже лучше не связываться на нее вообще не надо никак реагировать и чем больше на нее не реагируешь тем больше она тонет собственном этом чину с какашками в общем так мои дорогие пытается она вашего иерофанта осквернить скверны прибавить понимаете ее имя скверна у этой бабы вот такой вот девочки первый вариант второй вариант ну кто всегда загадал своего любимого давайте посмотрим император рюрикович девочки выпал вам общается ли он с бывшими девочки он у вас такой капризуля он такой избирательный да и когда женщина его обидит как-то заденет его достоинства да он не будет с ней общаться и ваш император здесь мы конечно на монаре сейчас разложим дальше но я вам скажу так да как только ему важно собственное достоинство ему важно вот быть мужчиной с большой буквы да и он вот таких вот женщин которые где-то могут сделать так чтобы какая-то его новая пассия вы это женщина которая его уважает он не хочет падать в глазах и если вдруг кто-то из его бывших там знаютка про него какие-то тайны либо хочет его как-то знаете вывести на какие-то эмоции показать его в не лучшем свете он такие будет просто как топить понимаете в ведре топить вот такой вот ваш император он ревнивый девочки еще он если вычеркивает бывших то он вычеркивает их он не вычеркивает бывших только когда у него действительно есть какие-то чувства вот вы можете по своему мужчине знать насколько он отходит от своих бывших отношений как только он отойдет все ни с кем он общаться не будет единственное этого императора может еще потрясти в лифте только если он находится в процессе когда он выходит из этих отношений давайте посмотрим девочки общается ли он со своими бывшими на монаре общается ли он со своими бывшими были такие девочки это не одна которая его доставали где-то да то есть женщинам он он либо как-то режет больно по чувствам когда он расстается до женщины как хотят его вернуть как чувствует какую-то вину у кого-то это сразу наступает да и никуда ты не уйдешь ты будешь только моим либо сначала она выпендривается да но там типа я гордая сама ушла но спустя несколько месяцев она или там дни или чего-нибудь девочки она начинает сожалеть и пытаться с ним опять навести мосты и причем это не одна женщина вот он как-то так девочки влияют все такие кармические аркан выпал император он я вам скажу что тут вот есть такое что он неизгладимый след оставляет в женщинах и формирует у них в психике даже какую-то вину понимаете и женщина в истерии истерически пытается иногда вернуть этого мужчину причем у некоторых это вот реально вот пьяные лавочки может быть да то есть когда она трезвая она не хочет его вернуть и как бы не интересно это но как только она пьяная там где-то с подружками или с мужиками где-то что-то не удалось и вот в состоянии вот этой истерии какой-то внутренней до женщины пытаются вот на все пойти на коленях чуть ли не стоять чтобы он вернулся но именно в такие моменты дальше девочки у него мог может быть если ему не повезло в жизни то он мог подцепить такую женщину которая очень созависимо от мужчины то есть так который я буду вены резать я буду туда да я пойду там умру там сброшусь с моста и все остальное то есть могла его даже шантажировать такими способами под десяткой огня есть нападки женщины после немножко такой вот поехавшие кукушкой то есть тут есть что-то такое насчет насчет того девочки он он резко прекращает отношения и у некоторых женщин не доходит не доходит они еще не успевают логически отпустить этого мужчину да и это вот как-то им туда внутрь внутри глубоко в сердце ложится какой-то такой вот базой ноткой да как в парфюме все равно какой-то такой сандаловой ноткой которая вроде бы в ландыш и ландыша а потом хоба так и пахнула да я такая про парфюмерию чит рассказываю парфюмер девочку давайте еще посмотрим тщательно с бывшими нет 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 он он узнаете он вас разрушитель он тот мужчина который как только закончились отношения все пошла в жопу коза то есть он резки довольно таки резки у вас но он может тянуть эти отношения какие-то незавершенные где-то сжалеть своих бывших когда у него остались какие-то чувства от ней понимаете а чувство оставлю у этого мужчины остается к тем женщинам которым он был по отношению к ним кармическим да то есть решал какие-то глобальные космические проблемы жизненные для кого-то кармическим являлся девочки к у нас у каждой в жизни приходят такие люди которых мы запоминаем и как бы мы с ними не расставались например мы потом о них очень хорошо вспоминаем и вспоминаем в какие этапы этот мужчина пришел и что он для нас делал хорошего чему научил даже через боль какую-то и вот вот таких вот женщин он может еще как говорится в кавычках ввести еще кое-какое время но до тех пор пока он не начнет решать какие-то кармические отношения и делает решать какие-то кармические задачи с другой своей женщиной но вот бывшие могут ему писать по пьяни когда им одиноко грустно и все остальное могут но мужчина этот очень у резкий он но не то что резкий да он такой вот грубоватый к бывшим когда он полностью сикарь такой сичкарь девочки лесоруб такой а еще что-то нам скажешь манара о нем я знаете что вам скажу да какой бы этот мужчина не был вы можете знаете внутренне например где-то его обсирать и все остальное но по факту если вот подумать он честен с каждой женщиной своей он с женщинами честен но женщины иногда не понимают его вот этой вот честности или например вот эти пресловутые розовые очки их может одеть и бывшая и две бывших этих розовые очки раздают направо и налево а по факту если вот задуматься да он достаточно так чистен со всеми женщинами так что общается ли он с бывшими девочки я тут скажу 99 процентов что нет да и даже если вот прям у вас вы выбрали эту карту и думаете что блин он же у меня общается все значит он еще не отпустил вот ему надо да отпустить эту женщину потому что там еще как говорится запущена какая-то программа вот как только она закончится он ментально сам ее отпустит и там не говорит о том что он там любит ее хочет к ней вернуться он закрывает вопросы женщинами и находит новую он не будет возвращаться старые отношения когда он уже выполнил эту какую-то задачу когда делает ее да как будет понимать что он все что он мог дать в тех отношениях дал и причем и хорошего и плохого да он уходит я вам скажу даже вот про хороших людей я могу сказать что да и такие есть но есть еще кстати люди хочется здесь пример да вспомнить один алкоголики вот есть иногда алкоголики появляются в жизни женщины ну да да это лярвы все остальное но бывает такой вот типаж он редко попадается но очень достаточно четко у многих идет девочки что вот он побудет женщина потом сам уходит да и вроде бы ничего не предвещала биты и все вроде бы нормально было и она уже готова была бы с ним жить но он сам уходит то что ты мяшином пьет и все остальное вроде бы так по бытовому да но он выполнил свою какие-то кармическую задачу и может мы ее до конца не понимаем да но он понимает больше так что девочки не могу сказать что он тут плетет где-то за спиной какие-то шашлы нет шашель у него нету тут надо знать а если вдруг он у вас общается вот прям надоело вам это какая-то больше которая ему написать название в это вы по вы разберите вот эту вот философию почему что он не закрыл что он пытается там доделать там будет по-любому какая-то вот философия они тоже он хочет и где-то яйцами погреметь на стороне нет вот такой второй вариант 3 3 наш вариант девочки открываем и смотрим общается ли он с бывшими ах ты ж скотина такая девочки я вам скажу знаете что делает этот мужчина общается ли он с бывшими тут либо он с кем-то дружит есть какая-то подруга с которой он дружит да то есть он там сливает информацию о том какой у него был секс сколько у него расстал короче какие-то такие даже вот подробности о своей личной жизни ему хочется чтобы его это даже знаете какая-то сексуальная фантазия на тему того как он открывается другой женщины с которой у него ничего нет у них если тут бывшая выступает в роли подруги какой-то да то он просто рассказывает как ему живется с другой и это какая-то сексуальная фантазия и у него эротическая но тут я тебе вам скажу по восьмерке кубков да есть это общение с бывшей есть но восьмерка кубков это разговоры девочки червовые разговоры да мы сейчас нам она еще посмотрим чтобы про него сказать общается ли он с бывшей либо вот это вот фантазия ну так как-то пришла да я вижу как мужчина который говорит о каких-то своих сексуальных там фантазиях либо жизни о своей возможно как он живет со своей женщиной до другой женщине и в то же время ему не интересно сколько что она там выводы какие-то делает как ему хочется вот это ответную реакцию не для ревности для того чтобы он как это это так тонко подметить он не хочет интима с ней да но он хочет чтобы она слушала об этом интиме и давала какую-то реакцию да ему как по щекотать нервы свои хочется вот что но сейчас мы на мануаре еще посмотрим общается ли он с бывшими да она сексуальная тема обратите внимание он пятерка пятерка огня это как измена идет но восьмерка кубков и пятерка дня вот в этом понимании как я вам сейчас про вот этот герметик рассказывала да вот он относится и к этой карте он рассказывает о том как он живет своей бывшей понимаете он рассказывает чтобы она не была в курсе до всего чего-то такого а для того чтобы вот какое-то получить вы знаете как мы иногда сериалы пересказываем и нам даже нравится пересказывать сериалы до чтоб нас слушали но это не наш сюжет и у него вот такая вот есть фантазия он испытывает удовольствие от того что он с кем-то делится своей жизнью new life он своим со своей новой женщиной вот какой-то он как подруги вроде бы и ничего такого да но ему приятно это все равно как вот девочки вот с чем сравнить с эмоциями своими до чтоб вы поняли его вот представьте что ваш какой-нибудь бывший до сквозь там пару лет а вы вышли замуж у вас все хорошо до родили например ребеночка или ну короче кайфуете от жизни и ваш бывший звонит вам ну что нашла кого-нибудь себе и у вас аж дыхание сперло да у меня все хорошо я я в розах лежу и я в джакузи в розах а ты что звонишь ну то есть и вы общаетесь да и вроде бы так дружественной в то же время хотите подчеркнуть то что у вас все зашибись да и вот вот какое-то такое вот удовольствие он и ловит от этого давайте еще посмотрим общается ли он с бывшими ничего там не будет ничего там не будет ничего там не будет с бывшая уже но обратите внимание как она выпадает все равно как королева земли к нему да то есть у них пути закрыта это флирт это вот этот вот флирт но он не направлен на то чтобы их воссоединить нет не воссоединить их а показать посмотри ты со своими непонятными такими какими-то не жучками паучками мужичками и какой я какой я рыцарь воды какой я крутой да и он не заигрывает он просто играет яйцами на публику девочки вот и все но тут падающая башня у них выпало да и он просто щекотит ей нервы тут все зависит от того насколько тут не то что одна может быть тут даже несколько может быть могут быть и даже его и какие-то недобывшие где он так хвалится у меня все хорошо я в джакузи я в розочках понимаете и с таким вот с мешком но когда а женщина любая из его бывших проявится я хочу с тобой серьезных отношений до его и все сна и начнем сначала он скажет нет у меня же все хорошо понимаете то есть он делает это так чтобы эти бушек не возвращались я думаю тут вообще проблемы это решаемо с его этими даже бывшими девочки акцентируйте все внимание вот этот его бла-бла-бла желание поговорить раскрыться обсудить какие-то смачные подробности у него у этого мужчины может быть она только из-за того что он не может найти тему поговорить может быть с вами свой почему бы и нет девочки почему бы не быть его подружкой и слушать его я вам скажу что очень часто мужчины ищут вот эти какие-то женские уши и вот вашему мужчине нужны еще женские уши либо если вы с ним встречаетесь да или живете вместе поговорите на такие темы вместе с ним некоторые могут стесняться потому что он лучше там где-то за поворотом за домом за забором в кустах поговорить тихенько по телефону но такие сладострастные какие-то темы но его можно разговорить девочки ему не хватает вот этого общения чтобы вы слушали потом хочет чтобы его слушай как у него все хорошо и зашибись сил этой жизни вот и все на самом-то деле вот такой вот третий вариант четвертый вариант мои дорогие богини ну давайте посмотрим общается ли он с бывшими повешенной девочки он там что какое-то насилие в его сторону было бывшая его что била девочки что у нас не делала что он выпал повешенным что она она его что изнасиловала она его что кастрировала или что как какие-то ужасы идут от этого варианта в прошлом было все ужасно он психически даже либо физически на самом деле пострадал общаться ли он с бывшей верху блин девочки его пара покромсали его покромсали это как-то докторскую колбасу в прошлых отношениях выкинули выплюнули обделали ободрали как клетку били его девочки а мужчина вам где признается что его били а там какое-то такое насилие по-любому было дальше девочки общается ли он с бывшими возможно там вот это вот это может и магии обозначать то есть если он у вас как-то себя сохнет дохнет синюшны весь страшный много чего ему болит девочки то может обозначать что на него идет магия со стороны бывшей то есть она пытается его как-то вырвать откуда-то давайте еще посмотрим общается ли он с бывшей так тут конечно все серьезно на самом деле а насчет его этой бывшей да там вы бы было все очень сильно болезненно вот слова болезненно это все что он вынес тех отношений он девочки приобрел в после того как он расстался со своей этой какой-то бывшей тут или развод какой-то очень болезненно был могли детей делить ну короче он заболел девочки у него что-то пошло по физическому телу и вот это по любому дальше он он либо у вас очень много пил после этого расставания не то что там из-за любви такой какой-то до крутой его кромсали жрали ели вот представьте как быть женой у синей бороды да знаете кто такая кто такой синяя борода это такой мужчина который женился а потом жен своих там где-то в подвале убивал грубо говоря да и каждый раз брал новенькую вот такая вот синяя борода садист такой вот ваш мужчина которого здесь загадали у него была такая садистка салтычиха какая-то понимаете наслаждалась ранили его как на войне мужчины знаете и и он с одной стороны может быть и правильно до пытается он как все в этого хочет ее как простить типа я тебя прощаю но он еще в процессе этого я тебя прощаю да потому что ему как них не хватает рядом какого-то наставника какого-то такого мудрого старца я бы его знаете девочки если вы с ним встречаетесь либо вы с ним муж ваша все остальное да если он у вас чахнет и если вы относитесь к христианскому эгрегору слазила бы в монастырь на какую отличную беседу к старцам к монахам ему как не хватает этих мужских разговоров со старшими сколько бы его лет не было он изнасилованы я и либо на него девочки смотрите наводится магии если он мечется от вас бывшие от бывший к вам мечется 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 он пытается вываться но тут еще есть магии эту магию надо снимать и это надо снимать какие-нибудь более такими мощными эгрегорами чего обычная какая-то бытовая рядовая магия одной женщины которая хочет чего-то до от него вернуть его или и или насиловать дальше понимаете это как какой-то вампир который еще не допил с него что-то или обратите внимание на его смотрите если даже вам кажется что он ни с кем не общается с бывшей но если он вас сохнет чахнет ему что-то болит есть и либо он с вами настолько откровенен что он может при вас там поплакать да или еще что-то его надо лечить мои дорогие тут чистки только например если вы сами возьмете с сядете как говорится да его там откатывать отпаивать очищать да то тут нужен тут тут нужна еще мужская сила не просто женская а мужская вот такая серьезная даже какая-то игры реально ну на примере христия христианство до монастырь либо если у него толковый отец то есть организовать им такой вот встречу и поднять эту тему поговорить с отцом попросить чтобы он с ним поговорил если там достаточно такой мудрый будет отец там дедушка то лучше либо какой-нибудь старший друг который у вас есть 26 стороны да если у вас мудрые там родственники мужского пола которые могут с ним где-то просто поговорить по душам какой ему надо просто помочь дал и показать что он не один но еще все таки если он сохнет дряхлеет и заболевает девочки то его надо чистить и так вам надо обращаться к тем кто занимается этим всем и желательно не то что там по интернету то что вы будете фотку его братья и просто показывать кому-то как я бы его просто отвела бы к человеку который этим занимается причем мужчине желательно а мужчина не знаете иногда не не просто там черной магии там или еще чем-то заниматься они занимаются щит целительством кастоправством да еще какие-то такие бонусы тренер какой-то может быть на физуху в бассейн с ним сходите к примеру до кубки девочки чистят вода чистит но не ванна просто где он ляжет в они полежат а вот такие большие объемы воды я уже не говорю про море и океаны сколько хотя бы бассейны какие-то с ним побудьте в этой воде вместе так что на вопрос вообще если вернуться к вопросу общается ли он с бывшими там было рано там было больно там было тяжело ему надо помочь просто с этого всего выйти вы если когда вот вспомните когда вы с ним познакомились да ему становится все хуже и хуже и хуже его надо вытаскивать сможете ли вы либо не сможете тоже другой вопрос но если он вам дорог этот человек почему бы за него не побороться а если вы сами еще не определились да вот надо вам или не надо просто про и примите это к сведению если что где-то подвернется какой-то моменте где вы сможете там где-то ему помочь помогите девочки вот такие вот четыре варианта кота моей пока пока